Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли народный артист России, лауреат государственной премии, художественный руководитель оперы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Александр Тителя. Александр Борисович, спасибо большое, что вы пришли. Вот ваш день рождения, какой замечательный подарок, премьера и этот музыкальный опус называется «Зимний вечер в Шамони». Насколько я знаю, ни такой оперы, ни такой оперетты и даже балета такого нет. Ну, может быть, позявится после этого. Ну, может быть, вы даже наверняка, вы, конечно, инициируете, или кого-то настолько захватит это действие, что что-то родится хорошее. Мы знаем, что Шамони – это Альпы, это Монблан, и это очень уютное горнолыжное местечко. Так что же вы такое сочинили с вашей замечательной командой? Музыкального руководителя и художника? Практически большая деревня, этот Шамони. Так, конечно. Большая деревня, но очень милая, очень симпатичная. Туда съезжается масса любителей горнолыжного спорта. И не только спорта, но и всех тех, кто пользуется возможностью получить какой-то зимний отдых, зимние впечатления и так далее. Мало того, если не ошибаюсь, там были Олимпийские игры. Когда-то, значит, очень давно. И мне хотелось такого вот какого-то красивого, звучного, курортного места. Австрийского, французского, немецкого. Там, допустим, ну, допустим, Гармиш-Партен-Кирхен. Но тяжело произнести. Хотя место очень красивое. Место красивое, да. Или там Инсбрук, или Куршавель. Ну, может быть, Куршавель слишком, да, такое стало как-то известное. А вот Шамони, и вот мы решили это сделать. Там зимний вечер в Шамони. Вот. Какой, что за произведение? Ну, как? Ну, такой вот жанр. Я не видел премьеры, но у меня сразу воображение подсказывает, что это такой своеобразный Декамерон. Собираются люди. Вот они приезжают из разных стран. И каждый в данном случае не рассказывает, а пропевает какую-то свою историю. Ну, в общем, вот сравнением с Декамероном, которыми мне, надо сказать, в голову не приходило, я вам очень обязан. Ну, в общем, да, в некотором роде. Вот такое вот, еще раз к итальянцам обратимся, такое нечто вроде постиччо, да, такой смеси. Да. Где я хотел, да, вот, ну, вот как бы не... венок историй таких, микроисторий, которые рождались бы в жанре и в рамках замечательных опереточных арий, дуэтов, торцетов, мелодий, которыми просто наполнена опереточная литература, и которую мы, к сожалению, не часто слышим. Ну, вот я не поленился и заглянул в список авторов. Понятно, что там есть классики-переклассики. Ну, конечно, Легар и Кальман, Имрех, как его немцы называют, Имрех Кальман, Эммерих, точнее, они... Эммерих, да, да, это по-венгерски Эммерих Кальман. Но я, например, увидел совершенно, ну, почти незнакомое или знакомое только узким специалистам. Например, оперетта Паганини, Легара. Не знаю, шла ли она у нас, сомневаюсь. Боюсь, что не, не шла. Или Кливия, Нико, Досталь. Да. Да, ну, это уж мало вообще кто знает. Это раритет, да. Это раритет. Так как же вы проводили вот эти археологические раскопки? Знаете, я два своих отпуска убил на то, чтобы посмотреть ноты и прослушать, ну, примерно три с лишним десятка различных оперет. Вот этих десяти-пятнадцати оперетошных авторов. Я могу назвать еще и Мелекера, и Зуппе, замечательного, у которого есть, ну, просто рассиниевские мелодии, понимаете? Такой оперетошный рассини. И отбирал, отбирал, отбирал номера, чтобы снизать из них некую нитку, чтобы разложить эту нитку на конкретных певцов-актеров, чтобы дать возможность показаться им в неожиданном, незнакомом виде, незнакомом ключе такому, понимаете? Чтобы открыть их с какой-то другой стороны, чтобы они позволили себе немножко отойти от, так сказать, трагического оперного существования и окунуться в жанр вот такой, где можно быть легкомысленным, небрежным, неожиданным, соблазнительной, изменчивой, переменчивой. И тебя за это не ждет гибель, понимаете? В общем, не Лючия, не Регалетта. Да, вот все кончится хорошо, понимаете? Тем самым, как вы облегчили нам работу? Мы не должны заниматься кладоискательством, а вы вот эти жемчужины, то есть самые хиты из оперет, которые мы не знаем, у нас нет возможности их услышать, в эту работу проделали, и теперь фактически такой гала лучших номеров с середины 19-го по середину 20-го века, то есть это крим-де-ля-крим жанра. Абсолютно точно. Ну, опять, что значит лучших? Есть и еще, и еще, и еще, но некоторые из них очень популярны, некоторые, может быть, давно не звучали, их хочется напомнить, понимаете? Но, по крайней мере, это грандиозные музыкальные залежи, которыми, как мне кажется, следует пользоваться и нужно пользоваться. И вот мы сделали такую попытку, значит, ну, мне кажется, что вот просто это такое удовольствие для уха, понимаете? Ну, и ребята подурачились и побаловались вроде бы, но с другой стороны, это кажется, подурачились, побаловались, на самом деле это же надо держать себя в форме, это надо, так сказать, уметь. Мы стараемся там как можно меньше говорить, так сказать, мы не демонстрируем чудеса и совершенства в области танца, хотя и не без этого. Там, да, есть несколько, так сказать, таких сюрпризов. Но, тем не менее, но зато это спето все-таки настоящими оперными голосами, так как было принято в Европе, когда все замечательные опереты пели выдающиеся оперные певцы, такие как Элизабет Шварцкопф или Грейс Бамбри или Николай Гетда или там Фридж, ну, масса, масса замечательных певцов, понимаете? И есть записи, есть старые еще пластинки, где звучит эта музыка. И это образцовые записи, понимаете? И вот нам хотелось немножко, ну что ли, напомнить вот эту культуру. Ну, тем более, это грань, граница между оперой и опереттой иногда, ну, такая иллюзорная и призрачная. Взять путешествие в Реймс, ну, напиши, что это оперетта и, ну, это опера. А, я не знаю, там, веселая вдова, ну, напиши, что это опера и прекрасно. Вполне. Да, вполне. Вполне, да. Ну, а что-то из очень известного, я знаю, королева Чарда, что Сильва будет, там, выходная. А как же? Будет, да? Конечно, а как же. У вас такие силы задействованы, помимо вокальных, ну, Уильям Лейси, это и Бриттен, это и Моцарт. Вместе ставили Дон Жуана. Дон Жуана, да. Да. Ну, серьезный дирижер. А тут... Ой, он с таким удовольствием, да, в это окунулся, понимаете? И мы вместе с ним складывали эти номера то так, то так, то так, и искали возможные комбинации и возможные музыкальные переходы, и в том числе, так сказать, оркестровые переходы. Мы говорим о премьере в театре Станиславской Немировича Данченко, и этот... сейчас вы мне скажете, как назвать этот спектакль. Называется он «Зимний вечер в Шамани», а вот как жанр этот называется? Это гала-оперетты? Что это? Ну, вот я говорю, вы сами, значит... Итальянское слово. Они придумали некое сравнение с знаменитым де Камероном Бокаччо, да? Но, кстати, есть знаменитый оперетта Бокаччо в зубе с очаровательными совершенно мелодиями, и несколько фрагментов из нее мы используем в этом спектакле. Ну, это ближе всего, я думаю, это все-таки вот к определению некое постичье. Это некая мешанина, да? Но мешанина, которая связана определенным весьма необязательным сюжетом, но я надеюсь, что вот, так сказать, там большинство номеров все-таки идет на немецком, на французском языке, хотя есть на английском, есть на русском, есть на венгерском, понимаете? И европейское языковое постичье тоже, понимаете? То, что можно сегодня встретить в любом европейском городе, и, кстати, на любом зимнем и летнем курорте, да? Смесь языков, что замечательно. Более того, это можно встретить в любом крупном европейском оперном доме. Да, да. Потому что приезжают русские, приезжают венгеры, немцы, итальянцы. Да, да, это, так сказать, искусство не знает границ, пределов, и слава богу, да? Оно международное. Опера, так сказать, обладает каким-то феноменом жизнеспособности, молодости, и думаю, что и оперетта тоже. Некое забвение, скажем, оперетты в практике театров, и в том числе российских театров, и не только российских. И такой взлет мюзикла, в конце концов, я думаю, будет уравновешен, потому что нельзя оставлять за пределами сцены такую бездну потрясающей музыки, понимаете? Ну, я не зря сказал вначале, что, может быть, вы вдохновите последователей, потому что из того, что я увидел, ну, это там название есть действительно, ну, просто совсем неизведанное. Совсем неизведанное. Несколько дней назад вы в изумительной компании выдающихся людей получили премию «Легенда». Так красиво завершился фестиваль «Видеть музыку». Это фестиваль музыкальных театров России. И я, вот сейчас уже прошло какое-то время, хочу вас спросить, кто-то даже не знает, а что такое, что такое называлось Свердловское или Екатеринбургское чудо, феномен? Что для вас сейчас? Музыкант Евгений Бражник, художник Эрнст Гейдебрехт. И как вы вспоминаете те времена? Ну, это были счастливые 11 лет, 11 сезонов в моей жизни. Это начало карьеры, это первый мой театр после ГИТИСа. Это там, где я многому научился. Эти доски для меня священные. Я его обожаю, обожаю людей, которые тогда там были, которые окружали нас и с нами вместе работали. Я вспоминаю, как, когда мы сдавали Бориса Годунова, а сдачи были тогда закрытые, но там же было время такое бурное. И студенты просто сняли двери и вошли в театр. Там были новые шикарные дубовые двери после реконструкции, но Екатеринбург, а тогда же Свердловск, очень студенческий город. Там огромный университет, огромный политех. И тогда было такое бурное кипение молодой студенческой жизни. Они пришли, очень вежливо, очень спокойно сняли эти двери, зашли, заполнили театр. И несмотря на требования, так сказать, заведующий отдела культуры обкомом партии очистить помещение, директор театра Вадим Сергеевич Вяткин, покойный, к чести его сказал, да ну как вы, меня увольняют наши дети, разве я буду это делать? Увольняйте меня, я не буду, понимаете? Такой был интерес к театру. И поэтому это замечательное время, замечательные мои товарищи и коллеги. И, конечно, вот Евгений Владимирович Бражник, Эрнс Гейдебрехт с ними, так же, как и упомянутый Вяткин, так же, как и замечательный художник Юрий Устинов, ну и много-много артистов, и много... Театр, это же дело коллективное, понимаете, да? Создали то, что, о чем вы сейчас вспоминаете, что называлось Свердловским феноменом или феноменом, можно и так, и так, как говорят. Был очень живой театр, он рождался в согласии, в любви, в эксперименте. Но с тех пор уже тоже утекло много воды, прошло много лет, и уже... Я уже много лет другим театром занимаюсь, театром Станиславского Юрьевича Танченко, который тоже нежно люблю. Так что мне было очень приятно получить эту премию в содружестве с моими коллегами. Я тронут был весьма... Спасибо вам большое. Держим кулаки за то, чтобы эта премьера... Мы сейчас говорим о спектакле «Зимний вечер» в Шамуни. Собирал, как вы сейчас сказали, как в старые добрые времена, в Свердловске театр, чтобы горел и завлекал огнями замечательные премьеры всех странозвучих. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Сегодня в главной роли Александр Титель. Низкий вам поклон. Всего доброго. Обязательно увидимся. Продолжение следует...